всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды ну что же у нас закончился турнир он закончился еще в понедельник сегодня у нас четверг ребят я на самом деле не хотел целую неделю снимать про черепашек думал отдохнем все немножечко соскучимся вот но как всегда вы ребята требуйте серию и я уже подумал ну так уж и быть сделаем а сделаем ее хотя бы потому что ребят мы с вами должны перевести персонажа в платиновый ранг очень очень много ребята было от вас как говорится пожелание кого перевести и я вам скажу что они были неоднозначными совсем неоднозначными то есть очень огромный разброс ну практически я бы даже сказал наверное за каждого персонажа где-то по одному а где-то максимум по два раза голосовали но чаще всего мне мелькало знаете что друзья мои вот вы не поверите вы 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 не поверите кого хотели я знаю что хотели донателло классику перевести кто-то писал про мутагиноида про рафаэля вот донателло классику тоже ребята кто-то писал перевести его в платиновый ранг про кстати про носорогов по-моему только про одного кролика вроде бы писали чтобы я его перевел про кейси джонсов вообще не было никакого ребята даже разговора не было тем более про кирби мыши и про леонардо фильм в общем друзья мои в общем даже про шенигами было несколько заявок но но побеждает в нашем друзьям и опросе вы не поверите змея карай да ребята змея карай полу ну победила по большему количеству голосов друзья поэтому я соответственно и ее и перевожу так что друзья мои змея карай у нас перешла в платиновый ранг я здесь те кто за нее болел будут очень рады ну а мы свою очередь ребята будем уже через какое-то определенное время голосовать за следующего персонажа я думаю что это будет через наверное примерно месяц но буста ты сам понимаешь у нас не будет но тем не менее мы же не только зашли в игру чтобы блин перевести персонажа в платиновый ранг может тогда с тобой и как говорится сделаем арену арену сделаем ребят потому что времени уже пять часов вы знаете что мне в 6 вечера идти на работу вот и буквально вот сейчас быстренько с вами пробежимся по этой схеме и все я буду закругляться я хотел еще конечно драконы всадники олуха поиграть но уже просто ребята времени у нас не хватает на это все вот вы наверно сами заметили что я немножко переключился на другие игры на старые забытые игры я думаю что наверное как бы освежите память никому лишним не будет это игру кассал и я там еще парочку игр ребят заприметил и в динобэш путешествие во времени я думаю что вы тоже довольны до моим продвижением я сам лично доволен потому что но не ожидал такого продвижения такого прогресса вот так что будем потихонечку ребята разно бра разноображивать наш контент возможно возвращаться в старые забытые игры вы кстати мне можете написать и напомнив те игры которые мы когда-то давно играли но сейчас например забыты я тут хотел вернуться знаете еще в какую игру это assassin creed revelation это у нас на android единственное что у меня не получилось это подключить старую запись свою я когда на том эмуляторе который у меня накрылся мог восстановить все данные то есть я начал со своего сохранения а уже на новом эмуляторе почему-то ребята не получилось но я думаю что я это дело в ближайшее время исправлю и мы с вами продолжим играть за наших как говорится милых и крутых ассасинов вот по поводу что мне там пишет рэй поиграй в южный парк ну что ж я вроде бы как решил проверить что и как там за кадром начал играть ребята и я не могу пройти тот уровень где мне приходится драться с рэн с рендералом как рентал да его там за это этого мужичка который с курицами я не могу ребята против этого босса играть в турнир в арену я не могу по той причине что мне пишут ошибка соединения именно для пвп поединков а именно на пвп боях я могу зарабатывать себе карточки то есть получается как бы замкнутый круг я не могу заработать себе карточек и в то же время я не могу естественно прокачать себе каких-то новых персонажей и соответственно я не могу усилить свою команду чтобы пробить победить этого рендала в общем какая-то вот такая вот путаница не знаю может быть со временем это все как-то поправиться может быть что-то у меня получится также я и ваши комментарии читал из естественно сам хотел поиграть marvel future fight ну вы помните да эта игра такая у нас тоже про супергероев от marvel вот но пока опять же ребята не доходит руки не доходит руки на втором канале морская звезда я так понимаю скоро у нас вернется к пронок продолжению играет на прохождение эндинг естественно тоже вернется обязательно и я думаю что на стратежка там одна тоже у нас вернется на канал но опять же ребята пока это все в планах вы сами понимаете что все может поменяться в любую минуту я даже сам иногда себе поражать я даже бывает не думаю там о какой-то игре или еще что-то а потом бац замечаю и хочется пройти тут я начал записывать серию про кошачью базу на луне блин начал снимать серию оказывается а я забыл включить запись игры короче просто полтора часа в трубу улетела ну ладно ничего ребят там сейф у нас есть поэтому мы начнем уже с него с его то есть с прошлой как говорится серии на который мы остановились ничего там не изменилось у нас вот так же потихонечку пробиваемся в трон фэл то есть мы с тобой повышаем уровень сложности и соответственно там начинаем бомбить так ну что давай попробуем 12 13 нам по идее бы надо бы получить уж слишком ребята слишком фигонько мы тут продвигаемся ну блин у меня нет времени тут крутить это колесо вечно потому что ребят время поджимает время очень сильно поджимает так что давай тогда уже так сегодня четверг пятница суббота воскресенье то есть получается четверг с четверга по пятницу работаем с пятницу по субботу работаем суббота воскресенье и понедельник это мои дни то есть там и выходные и ну наверное ребят я не знаю за два дня реально мне пробиться или нет в лигу мастеров честно говоря под большим каким-то вопросом вчера ребята блин с 10 до 12 надо было записаться на донорство блин а я пошел на тренировку я забыл прикинь все запись отменилась то есть 25 числа я уже не пойду сдавать кровь потому что не записался конечно дурацкая система раньше раньше я помню еще когда лет пять наверное назад есть ты не записался ты приходишь в живую очередь и спокойно можешь сдать кровь просто ну в живой очереди без записи то есть запись как бы она была но ты мог и без записи сейчас такое дело не канает если тебя нет списках извини парень ты сдавать не будешь и так скажем поэтому вот так вот лопухнулся я честно говоря думал что можно целый день на записи а там оказывается с 10 до 12 там еще определенное время вот эти два часика и то не факт что я бы за эти два часа ребята попал бы в живую очередь в плане по телефону там созваниваешься и записываешься сам понимаешь у людей очень много желающих и попробовать дозвониться туда еще ну что ж придется тогда на февраль но на феврале поскольку я посмотрел ребята запись у меня получается на рабочий день февраль месяц тогда получается тоже у меня в пролете а там у вас улица марта апреля в мае в мае я ухожу в отпуск смысл блин то есть два дня всего лишь к отпуску нет ну это конечно тоже хорошо два дня лучше чем ничего но тем не менее я думал что хотя бы у меня будет четыре дня ладно посмотрим правда у меня в последнюю в последнее время по моему был отвод по по анализам что-то там плохие были анализы мне сказали парень надо тебе поменьше жирного есть и тому подобное а я даже не помню я в то время помогут уже закурил может быть даже стал побухивать не помню честно говоря ребят какая причина по какой причине у меня ухудшилось состояние крови вот ну так как мы сейчас уже не курим и не пьем уже ну как бы давненько по крайней мере пить мы перестали где-то полгода назад может чуть меньше также и ну курить еще дольше мы не курим вот и то что мы начали все-таки заниматься и я думаю что состояние крови все-таки улучшилось поэтому надо пока сходить и пока есть возможность по сдавать тем более мне нужно сдать по моему 12 10 я уже не помню возьмем по максималке 15 раз кровь то есть это грубо говоря где-то года три по сдавать и можно будет в принципе выходить на донора на почетного доллара вот так что есть естественно каких-то не будет у нас заковык да еще к тому же это время ребята до 50 лет нужно сдать чтобы тебе полтинника не было потому что после полтинника уже как бы не особо котируется этой фигня еще хотел вот не знаю ребята задумываясь на костный мозг это ребята безвозмездно какой-то создача тебе за это ничего не идет не платят ничего но ты можешь спасти человеку какому-нибудь жизнь то есть мне кажется нет ничего лучше твоей жизни если ты спасешь человека если тем более будет ребенок да не имеет значения ребенок или взрослого главное чтобы спасти понимаешь вот тебе за это ничего не платят тебе никаких дней за это не дают единственное что если твой костный мозг подходит какому-то определенному донору ты тебе оплачивать единственно что проживание и проезд к месту сдачи то есть это в москву то соответственно все это оплачивается до москвы проживание в отеле или где-то в больничке я не знаю в общем подготовка сдача анализов и тому подобное то есть это как бы за счет вот человека которому подходит именно на твой мозг тебе же от этого ничего не идет ровным счетом но мне-то как бы в принципе это и не принципиально если честно вот вот задумываясь этом единственное что я не знаю ребята у нас это как сдается костный мозг это если так кровь вы знаете да через вену все там через шприц сам это а костный мозг я так понимаю это в кость я не знаю там шприц или как-то забуриваются может быть там без за микро дырочку делать какую-то как-то же они должны выкачивать я вот единственное боюсь это под анестезией или это напрямую делается и больно ли это вот единственный вопрос меня вот это только интересует если кто знает или кто из вас задавал напишите мне пожалуйста в комментариях если это под анестезией то я думаю что вообще проблем от с моей стороны не будет так вот так ребят время уже были половина мне надо ускоряться потому что быстро мы с тобой тут вроде еще ничего не стал делать а время уже блин половина шестого жесть какая-то такс ну давай 1316 мы с тобой очень-очень медленно двигаемся ну я уже ребята устал говорить по какой причине потому что четверг это уже еще жестче это тебе даже и не среда и не вторник тут уже абсолютно все забито все занято и вот нам приходится просто пробиваться через всю эту армаду так змея карай нормально так бомбанула сейчас своим криком но продаем них и уровень не особо там сильный но просто мне в комментариях написали прокачай змею край ты не пожалеешь посмотрим ребят пожалеем мы об этом или нет хотя то что у нее есть массовая атака это уже плюс так давай-ка мне 1316 ладно никогда ребята ролик здесь 1 2 3 4 естественно я наверно на события тоже сейчас не а хотя они даже не открыты у нас четверг они открываются в пятницу до не знаю ежедневки будем выполнять но посмотрим сейчас как у нас арена пройдет нифига а ну все время забываю что у них уровень здесь маленький дунифигана бомбанула всех сразу же одним скопом положила а мы с тобой вылите три звезды даже не в лиги ребята самураев да ну что же 1 2 3 4 5 минут так вот сделаем но тут уже пошла элита тут супер шрейдер тут ванька то есть это уже соточки пошли у нас естественно разбор полетов будет жестким так как мы просто превышаем нашего противника в два раза по всем параметрам и по силе и по уровням отойдем мы с тобой максимум до лиги самураев причем одна звезда да но надо было ребята уже переводить просто персонажа нам в ранг он уже нас считает целую неделю висел как бы и этот да плюс еще я тут накосячил сами видели серии очень поздно выходили у меня то есть как бы спустя грубо говоря неделю от того от той прошлой недели блин и вот только вчера в среду я там в среду во вторник выставил эти видосики с прошлой недели то есть сам понимаешь да косяк естественно мой но я уже говорил ребята что мне проще видосик снять чем чем выложить его 1 2 3 4 так ну чё я так понимаю у нас еще один поединок остается ну давай в жарим то есть тут вообще лайтово проходим ни на чем мы с тобой здесь не останавливаемся никто нам здесь не мешает мы уже в лиге самураев 1 звезда 69 позиция и наверное перейдем с тобой ну максимум наверное 65 60 это максимум что у нас светит потому что у нас всего лишь два персонажа осталось это два кубка в лучшем случае в плюсе 67 получается да ну моя совесть главное честное я отработал отыграл больше здесь от меня ничего ребят не зависит опять что-то начинает там ту-ду-дукать как меня вот это раздражает а ну какая 63 ну шикарно так переходим на женевки и сразу же быстренько ребят попробуем сейчас серию испытаний пробежать 1 2 3 4 5 вот так вот сделаем потом на оставшиеся я не знаю там кого мы там сейчас качаем рафаэля да да мы еще до сих пор рафаэля прокачиваем мы еще не прокачали его так давай ракеты ксивермонтес будет у нас падать шикарно и маузера давим переходим на вторую так паукус и змейка вьюн ну наверное вот так вот сделать добьем так теперь по паукус ну давай так добьем его все остаются здесь дроны и в общем мелочь всякая тут остается это не основные персонажи они довольно слабо бьют так минус дрон и минус киборг все прошли серию испытаний так мы еще мы с тобой еще на второй круг не вышли да нет на второй круг мы еще с тобой не вышли еще до сих пор в первом кругу ковыряемся ладно фиг с ним так ну что теперь пойдем прокачивать рафаэля оригинального так навыки что нам нужно нужен нам один фонарик так фонарь нашли так помимо фонаря нам нужно 8 ящиков с инструментами так два ящика нашли 3 4 5 6 7 и последний ящик 8 8 ящиков с инструментами прокачиваем здесь до второй ступени прямо в отступ так 10 катушек с пленками что-то как-то что-то не задается у нас так 4 да получается 4 5 а все все 5 только нашли сразу же наверное подожди у нас кунэйч по-моему не про ой кунэйчи да не прокачана все друзья мы еще один уровень поднимаем и она будет у нас по фулке именно лисичка лапекс прокачана здесь заберем награды тогда все в магазине пак открываем окей так и здесь по-моему ребята о черепашья буря ну что завтра я думаю наверное успею пройти черепашью бурю поиграть может быть даже платиновое за тобой зацепим вроде бы все друзья мои все на сегодня будем закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосков удачи вам КОНЕЦ Продолжение следует...